Всем здравствуйте! Меня зовут Елена, канал Счастливая Улитка. Сегодня в видео покажу, как буду приводить в порядок трех кукол. Ранее я уже снимала видео с Барби, с большой Барби, которой больше 25 лет, и маленькой Барби, которой примерно столько же лет. Я их приводила в порядок. Я им мыла волосы. Меня попросили показывать более подробно. В этот раз я постараюсь показать подробнее. Те куклы были мои. И я знала, в каком они состоянии, в каком состоянии у них волосы, тело. Эти же куклы были не мои. И я не знаю, что с ними нужно будет делать. Я их раздеваю и осматриваю впервые на камеру, показывая тут же вам. Кукла Барби. На вид все нормально. Вот это вот интересно, когда я буду мыть голову. Эта прядь она была уже? Или ее покрасили? Ну, мне кажется, она была. Она продавалась, мне кажется, с этой прядью, но я не уверена. Волосы пыльные. Внутри спутанные. И когда я начала их пытаться руками прочесать, я увидела, что внутри, как будто они облиты лаком для волос. Ну, или с сиропом каким-то бесцветным. Пряди запутанные, причем сильно. Сразу мочить голову и мыть шампунем, я думаю, нельзя. Опасно они спутаются. Сначала я буду полностью все вот это распутывать руками. Потом пытаться расчесать. И только потом я уже буду мыть. Ну, это такой план. Буду действовать по обстоятельствам. Ну, волосы, да, распутывать придется руками очень долго. Наверное, это я показывать на камеру, как я буду распутывать, не буду. Вот примерно, как я вам сейчас показываю. Так я и буду их распутывать сидеть. Но мыть в таком состоянии я не рискну. Я боюсь, что волосы просто запутаются еще больше и все. И так волосы почти по всей голове. Мне кажется, ей делали прическу. Или обливали прозрачным сиропом. В общем, и на ощупь это достаточно неприятно. И на вид. Придем в порядок. Ноги у нее гнутся. Руки не гнутся. Одна рука согнута. Изначально это... Разденем. Платье я начала снимать. Оно пыльное. Его я буду стирать. Посмотрим тело. Год куклы 2009. То есть кукле 14 лет. Хорошая куколка. Я думала, что состояние будет хуже. Тело просто помою. Протру. Платье все нитки отрежу. Платье выстираю. Я думаю, что его даже особо стирать не придется. Его нужно будет хорошо, очень, очень хорошо замочить, подержать. Немножко так... Выстираю, помою. Покажу то, что с ней буду делать. Мужчина. Он пластиковый. Руки-ноги не гнутся. И у него повреждена пятка. Я не знаю, что с ней делать и можно ли что-то с ней сделать. Ноги в чем-то зеленом. Его буду мыть. Костюм через голову не снимается. Ну, костюм все равно надо снять. Так что снимаю. Тело, если не считать пятки, нормальное. Помою. Ну, да, помою хорошо, сильно. Он почему-то грязный там достаточно сильно. И костюм постираю. Ну, по поводу пятки, не знаю пока что с ним делать. Костюм несколько странноватый. Но костюм не грязный, он больше в пыли. Кукла шарнирными ногами. Руки у нее не гнутся. Платье порвано. Потом у нее рукав оторван. Внизу подол разорван. Сзади как снимать тоже разорвано. И платье в пятнах. Раздеваю. Платье понятно. Постираю, зашью. Написано Эбби. Мне интересуют волосы у Эбби. Я потрогала их, когда. Мне кажется, там внутри прям такие хорошие, сильные, спутанные комки волос. Ну, волосы точно нужно мыть. Но тоже я не рискну их мыть сразу. Ну, я думала, что волосы немного в лучшем состоянии, чем я вижу. Буду разбирать их руками. И далее я их буду расчесывать. Здесь лака для волос нет, но они достаточно сильно комками. На кукле написано, что она 2013 года. Кукле 10 лет. Тело в хорошем состоянии. Да и сама, в общем-то, кукла вся в хорошем состоянии. Все куклы в хорошем состоянии. Тело помою. Голову, надеюсь, тоже смогу и помыть, и расчесать. Обувь снимаю. Посмотрю ее ножки. И обувь я, естественно, тоже буду мыть. Обувь сидит плотно. Снимается туго. Обувь хорошая, не лопнутая. Ножки тоже хорошие. Хорошая куколка. Постараюсь привести в порядок волосы. Помою тело от пыли. И думаю, все должно быть хорошо. Всю одежду буду стирать. Обувь буду мыть. Одежду стирать. Не знаю, насколько я достираюсь. На камеру, мне кажется, так не видно. Она пыльная. Ну вот, именно у Эбби, у куклы Эбби, платье, я не знаю. Но зашью, посмотрю. У дам я сначала займусь волосами. Приводить в порядок. Перед тем, как их мыть. Их надо расчесывать. А мужчину же я просто вымою. Когда буду мыть дам. Он просто пыльный. Начну с Барби. Как я буду сидеть и руками разбирать у нее волосы очень долго и тщательно. Я показывать не буду. Это действительно очень долгое занятие. Просто руками постепенно разбирать колтуны, которые залиты лаком. Волосы сначала разобрала руками. Затем расчесала. Результат вы видите. Мыть все равно нужно. Внутри лак для волос. Как бы я его не расчесывала. Да и вообще волосы пыльные. И собственно куклы не мои. Соответственно их буду мыть. С Эбби ситуация хуже. Чем мне показалось сначала с ее волосами. Сама кукла в идеальном состоянии. Вот волосы я с трудом разобрала руками. Расчесать пока я не могу. Даже расческой с очень редкими зубьями. Ну, попытаюсь вымыть. Теплая вода. Шампунь Пантин. Возьму бальзам для волос. Он из X-Price. Я недавно снимала на него обзор. И у меня есть обмылок хозяйственного мыла. Мне его хватит. Эбби. Куколка Эбби будет первая. Волосы в воду. Ну, я ее достаточно сильно все же разобрала и расчесала. Хорошо стараюсь смочить все волосы. Когда волосы опустила в воду, уже некоторые волосы, так как я ее старалась расчесать, разобрать эти колтуны, они уже начали вылазить. Но без этого никак. То есть, в любом случае, какая-то часть волос из куклы у вас вылезет. Вот, видите, вылазет. Даже когда я мочу волосы, я старательно руками их разбираю. Чтобы они не спутались еще больше. И далее именно хозяйственным мылом. Я надеюсь, что именно хозяйственным мылом я промою. Хозяйственное мыло. Намыливаю сверху, потом распределю по всем волосам. От головы тру. Чтобы волосы не спутать. Если вы будете мылом в обе стороны, и к голове, и от головы, они у вас спутаются. Поэтому, как вы видите, я аккуратно от головы по росту волос я наношу хозяйственное мыло. Я это буду делать только у куклы Эбби. У Барби волосы в этом не нуждаются. Я думаю, что там лак смоется просто при помощи шампуня. А здесь мне нужно именно, чтобы волосы я смогла разобрать. Чтобы их можно было расчесывать. Нанесла. Далее мою. Как вы видите, мою я тоже по направлению от головы. То есть, я не двигаю руками по направлению к голове куклы. Волосы запутаются еще больше. Все спутанные части я, когда наношу, старательно разбираю руками. Я вам не показываю весь этот процесс, момент это очень долго. Долго тру. Смываю. Шампунь. Понтин. Также, когда им мою, стараюсь разделить руками волосы куклы. Надеюсь, что расчешу. Смываю. Волосы, опять же, немного отлетают. Но без этого у вас ничего не получится. То есть, в любом случае, волосы... Какая-то часть волос, она выпадет из куклы. А так как здесь были такие колтуны, то в любом случае их будет достаточно много. Бальзам. Наношу. Опять же, распределяю по волосам. Тру. Смываю. И еще наношу бальзам. При нанесении средств у этой куклы я очень старательно разделяла волосы. Распутывала. Не запутываю. Распутываю. Тело протираю от пыли и загрязнений. И оставлю полежать с бальзамом для волос. Смываю бальзам. Дальше Барби. Волосы в воду. Здесь сразу шампунь. Волосы также тщательно разделяю при нанесении средств. Но здесь волосы... Я их смогла расчесать. Просто здесь внутри остатки лака для волос. Бальзам. Наношу. Далее я разбавила остатки бальзама. Его оставалось немного. Я решила полностью его как раз им помыть волосы куклам. Так же протираю тело от пыли. Смываю волосы. И разбавленным бальзамом я решила еще пройти в волосы Эбби. Я очень надеюсь, что я смогу их расчесать. Мне не понравилось, насколько у меня промылись, отмылись волосы у куклы Эбби. Теперь мою мужчину. Вот он грязный. Тело у него грязное. Зеленая с ног смывается тяжело. Я отковыриваю. С пяткой пока делать ничего не буду. Я не знаю, что с ней делать. Если кто-то знает, напишите, что можно сделать с его пяткой. Набрала чистую воду. Промываю там куклам волосы. Так как просили показывать более подробно, я мало сократила видео. Не все, конечно, я показываю, сколько я там терла эти волосы. Я мало ускорила. Стараюсь более подробно показать. Обувь мою только от пыли. Я набрала другую чистую воду. Туда порошок. Одежду замачиваю в мыльной воде. Буду стирать. Волосы у кукол немного подсохли. Совсем немного. Буду расчесывать. Расческа с редкими зубьями. И начинаю с кончиков волос. Начинаю с Эбби. Держу волосы крепко у головы. Другой рукой. Чтобы не выдрать. Именно чтобы расчесать, а не выдрать у нее из головы волосы. Волосы все равно частично вылезут. По-другому тут не получится. Волосы у Эбби расчесываются. Ну, я удивлена. Мне очень нравится, что они все же расчесываются. И все хорошо. Они отмылись. Отрежу. Подровняю пряди. Эбби, которые стали длинными. Которые вылезли. Эбби пусть высыхает. Барби. Волосы расчесались достаточно легко. Но я их хорошо расчесала, разобрала. Перед мытьем. Все расчесалось. Тоже сохнуть. Мужчина увидела, что не до мыла. На голове. Ну, тоже. Он теперь чистенький. Тоже сохнуть. Дружная компания сидит после ванны на подоконнике. Эбби высохла. Волосы расчесываются. Вся чистенькая. Барби. Чистенькая. Волосы расчесываются. Мужчина. Чистый. С пяткой у него не знаю, что делать. Платье для Барби готово. Я его постирала. Высушила. Нитки, которые торчали, отрезала. Одела Барби. Платье прям блестит. Чистенькое. Оно было без пятен. Просто в пыли. Платье Эбби. Попробую зашить. Но я его не смогла до конца отстирать. Есть пятно. Оно было не просто пыльное, как платье Барби. Оно было, ну, грязноватое. Подолы рукав. Зашью на руках белыми нитками. Я все зашила, но, в общем, я не думаю, что это будет долго держаться. Но пока так. Привожу в порядок в том, в чем они есть. Все трое. Чистые. Накупанные. Расчесанные. Чистые, зашитые одежды. Куклы рады. Я рада. Все, что я показала, даже в видео, заняло много времени. Видео получилось достаточно длинное. Я не показывала, как я стирала одежду. Как я зашивала одежду. Весь этот процесс достаточно трудоемкий. Очень долго разбирала волосы куклам руками. Перед мытьем. Что-то уже не показывала. У меня достаточно часто спрашивают именно про время. Сколько я там вышивала ту или иную вышивку. Сколько у меня занял тот или иной процесс. Ну, полностью вот разобрать им волосы. Помыть. Зашить. Чтобы они высохли. Это все заняло примерно два вечера. Дольше всего, конечно, было разбирать волосы руками. Быстрее всего я зашивала платье. Ну, вот примерно два вечера у меня на это все ушло. И пока полностью волосы высохли. Я решила их не утюжками, как иногда рекомендуют, не сжечь. Потому что мне нравится результат, который получился. Не фенами, ничем. Они высыхали сами. Просто сидя на подоконнике, как я вам показала. Весь этот процесс у меня занял примерно два вечера. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.